Дорогие друзья, очень интересные позиции высших судебных инстанций, которые говорят о том, а какие именно обстоятельства необходимо доказывать для того, чтобы доказать наличие злоупотребления правом. И вот здесь высшие судебные инстанции достаточно интересные позиции обрисовывают. Прежде всего, для того, чтобы доказать наличие злоупотребления правом, у лица, который злоупотребляет правом, это право должно быть в наличии. Если отсутствует право, отсутствует злоупотребление им. Поэтому всегда перед тем, как доказать злоупотребление правом со стороны лица, в отношении которого вы обвиняете его в злоупотреблении, для начала докажите наличие у него этого права. Либо в соответствии с законом, либо в соответствии с договорными отношениями, либо по иным основаниям, к примеру, из причинения вреда и так далее. Или из иных правоотношений, семейных, трудовых и так далее.